Друзья, всем пламенный привет! Сегодня у нас новый реакт на очередной, так называемый, документальный фильм про ниндзя, который, я так понимаю, вышел на канале Звезда, судя по звезде в верхнем правом углу. Да, снова ниндзя. Это называется «Раз начав, уже не можешь остановиться». Но давайте будем честны, ниндзя великолепный. Столько трэша, сколько генерируют эти персонажи, это еще надо постараться поискать. И так понеслась. «Войны мира». «Эти люди не убивают, не занимаются шпионажем, не торгуют секретной информацией и никому не причиняют вреда». Короче говоря, они совершенно бесполезны. «Но они ниндзя, современные ниндзя». А-а-а. То есть я жирный, мой когда-то полученный черный пояс не сходится у меня на пузе, я не способен никого ударить, я ни к чему не стремлюсь, делаю одни лишь ката, но я каратист. Зашибись логика. «Они поставили искусство воинов тени на службу своему здоровью и своей успешности в обществе». Здоровью? Хорош заливать. Я вас уверяю, что все эти люди, что находятся там в зале у Масаки Хацуми, пришли не за здоровьем. Для этого есть всевозможные оздоровительные группы в фитнес-центрах. Ехать за здоровьем на другой край земли, в Японию, немного странно, не находите? Все они приехали именно за так называемым смертельным искусством ниндзя, чтобы стать опасными. А кстати, знаете, почему у Масаки Хацуми волосы фиолетовые? Я читал, что у пожилых японцев это модно, поскольку именно фиолетовый цвет лучше всего скрывает седину. Вот и весь секрет. «Они спокойны, миролюбивы, но также виртуозно владеют своим телом, как их предшественники. Легендарная ниндзя». А доказательства есть, что так же виртуозно? Никого не убиваем, ни с кем не деремся, но владеем так же виртуозно. А откуда вы это узнали? Где и как вы это проверили? Нам надо просто верить? «Просто верить. Этого вполне достаточно». Ладно, этот ведущий, он просто ведущий. Ведь работа корреспондента — это с умным видом рассказывать о том, в чем сам нифига не разбираешься. «Воины-невидимки. Воины-тени». Пафос, пафос. Куда же без него? «В мире множество легенд о ниндзя, но правды о них не знает никто». Как вы можете называться ниндзя, если никто, и вы в том числе, не знаете о них правды? Что за бред? То есть вы типа занимаетесь ниндзюцу, но правды о них не знаете? Тогда чем вы занимаетесь? Сами не знаете? Чем-то выдуманным? Будем честны, так и есть. Почему? Потому что свои секреты они передавали в свитках от мастера к ученику. Но если мастер не находил достойного ученика, то свиток попросту уничтожался. Простые смертные не имели права знать тайны ниндзя. Знаете что? Я все больше и больше убеждаюсь в том, что чем больше говорят о каких-то тайнах, о каких-то знаниях, которых достойны только избранные, то скорее всего эти самые тайны яйца выделенного не стоят. То, что 400-500 лет назад было для людей, населявших Землю тогда великим открытием, сейчас проходят в начальных классах. Помню, видел пост на стене у какого-то идиота про величайшие знания мира, мол, секрет молнии, оказывается, секрет молнии, типа, это знание какое-то, вот то самое, которое нам здесь говорят. Я у него еще спросил в комментах, а он в школе не пробовал учиться? Секрет молнии. Так вот, это все из той же серии. Тайные знания, застывшие в глубине веков, уже не являются никакими знаниями. Если мы возьмем ученую среду, то все знания, которые хоть чего-то стоят, всегда рождаются так называемым коллективным разумом. Один ученый или там группа ученых публикует свои исследования, и у них у всех начинается там обсуждение, другие ученые проводят свои такие же опыты для чистоты эксперимента, так сказать. И только тогда открытие переходит в стадию знания, которым можно пользоваться. А вот это вот все, ну херня. Какие-то полуобразованные деревенские жители в отрыве от школ, университетов, библиотек, исследовательских центров создали какие-то ужасающие и потрясающие наш мозг знания, что никому-никому нельзя знать. И я вас уверяю, что узная не тогда даже малую часть того, что сейчас знает среднестатистический человек, они бы охренели. Так что я больше не верю во все вот эти сказки про манускрипты, таящие страшные секреты. Уж простите, эти знания, они конечно такими сладкими кажутся, вот сейчас вот я открою манускрипт и все пойму. Не поймете. Плоскоземельщики сейчас тоже пытаются нас убедить, что они обладают знанием. Вот нас всех ввели в заблуждение, как стадо баранов, а они вот знают, что земля плоская, потому что они, в отличие от нас, умеют думать головой. Ну вот прям как здесь. Воины тени обладали удивительными способностями. Да с херали. Ну ладно, давайте послушаем. Они умели ходить по огню, плавать в ледяной воде, управлять погодой, читать мысли врага и даже останавливать время. Ходить по огню? Это вот это вот что ли? Я уверен в себе! Я уверен в себе! Я уверен в себе! Ладно, ладно. Давайте представим, что кто-то способен ходить по горящему зданию и при этом не загореться самому. Теоретически. Ну как должна не загореться твоя одежда? Значит они голые бегали на задание, а волосы? Зашибись апелляция. А плаванием в холодной воде вы кого удивить хотите? У нас 19 января половина страны в прорубях купается. Правда некоторые по своей идиотии так и не всплывают обратно. Впрочем, это уже совсем другая история. Прочтение мыслей и управление погодой я вообще даже комментировать этот бред не хочу. Ну вот вы называете себя ниндзя, кто вот во всех этих видео снимается. Ну так покажите хоть что-то из перечисляемых вами способностей. Хватит рассказывать, просто покажите. Но они скажут, что мы еще только стремимся к этому. Мы самосовершенствуемся. Мы не читая нашим предкам, которые конечно же были сильнее, умнее и выносливее нас. А давайте посмотрим на это с такой стороны. Представьте, что вы, вот ты, зритель сейчас сидящий на той стороне экрана, представитель некоего клана. Ниндзя, живущего где-то в горах и живущий собственно за счет вот этих заказов некоего даймю. И вы как лидер клана напрямую заинтересованы в том, чтобы ваши люди как можно скорее были готовы к выполнению заданий. А иначе зачем вам кормить нахлебников, которые нифига не делают. Подходите вы к одному из учеников и говорите, у меня для тебя супер секретное и супер опасное задание. А он вам отвечает, ну мастер, я еще не готов, я все еще самосовершенствуюсь. Прошло 20 лет, но теперь-то ты готов? Нет мастер, я все еще не так хорош, как наши легендарные предки. Они в совершенстве владели своим телом. Они не боялись боли и не страшились смерти. Узнать их было невозможно и победить нельзя. Естественно победить нельзя. Как ты их победишь, если они в соревнованиях не участвуют? Как вы победите того, кто с вами не дерется? Как проверить-то? Никак. Они появлялись из темноты и исчезали в никуда. Слово ниндзя состоит из двух иероглифов. Нин означает терпеть, скрываться. Дзя означает человек. Блин, только две минуты прошло. В этой японии ниндзя именовались Синобино Моно, то есть проникающий тайный человек. Это очень точное название, ибо главным занятием ниндзя были профессиональный шпионаж и исполнение заказных убийств. Очень так духовненько. Исполнение заказных убийств. Где вы в заказных убийствах нашли самосовершенствование, так называемый путь? То есть в детских группах ниндзюцу вы воспитываете будущих убийц? Ну или давайте уже тогда на чистоту. Никакой это не ниндзюцу, а обычная рукопашка, имитирующая некогда существовавших людей. Фольклор. Да, ниндзя никогда не были ни земледельцами, ни ремесленниками, ни крестьянами. Ну я же говорю, бесполезные люди. Но они не были и целенаправленными убийцами. Проникнуть, узнать, исчезнуть. Такова была их задача. Вы только что сказали, что они специализировались на наемничестве и убийствах. Ну хорошо, это я принимаю. Проникнуть, узнать, исчезнуть. Все это принимается. Но сейчас-то вы чему обучаете? Я уже говорил в другом видео, сейчас совершенно другие технологии. Нет больше вот этих каменных замков, навалом телевизоров, датчиков движения и прочей технологичной фигни. Так чему вы сейчас обучаете? Как в ступке толочь яичную скорлупу в перемешку с какими-нибудь лапками паука? Кто-нибудь сейчас скажет, что настоящие ниндзя есть, но они себя не афишируют. Тогда что мы сейчас смотрим? Зачем мы это смотрим? А я, между прочим, уже говорил в одном из видео, что ниндзя сегодняшних дней – это спецназ, разведка. Это если говорить о силовом блоке. Люди, внедренные в структуры врага, о которых мы никогда и не узнаем. А вот это вот все детский сад, штаны на лямках. И чтобы сделать это незаметно и остаться невредимыми, они учились совершать чудеса. Я повторюсь, то, что для человека какого-нибудь 15 века было чудом, для нас сейчас является банальщиной, которую знает любой школьник. Например, молнии, грозы. Раньше для людей были чудом, наводящим ужас, и все они бежали молиться и просить дождя, чтобы тот палил урожай. Возможно, раньше смешать марганцовку с магнием и было чудом. То сейчас этим все школьники занимаются. А возможно, уже даже и не занимаются, так как скукота полнейшая. По крайней мере, я занимался когда-то. Так что все попытки удивить меня чудесами средних веков обречены на провал. Ниндзюцу существует с момента возникновения человечества. Интересно. А первобытные люди в курсе? Войны были всегда. Всегда была необходимость обороняться. И все знают, что последствия боя часто оказывались очень печальными. Именно для того, чтобы их избежать, были разработаны различные боевые техники. Эти техники изучают и современные ниндзя. В отличие от своих далеких предшественников, ниндзя 21 века живут не только в Японии. Их школы разбросаны по всему миру. Но знания об истории ниндзюцу современные воины свято хранят. Это школа Хацуми Масааки. Здесь занимаются люди со всех стран мира. Они изучают техники ниндзюцу. Древнее искусство полного владения своим телом не должно быть утеряно. Это и есть девиз школы Будзинкан Дадзю. 34-й патриарх школы ниндзя Тагакура, мастер высшего класса по восьми видам Буддо Хацуми Масааки, в 1958 году в возрасте 27 лет познакомился с Токамо Цухисадди. С последним 33-м хранителем секретов школы Тагакура. Старец согласился принять молодого человека в ученики. И Хацуми 15 лет учился у мастера. После кончины учителя Хацуми рассекретил искусство ниндзя. Он открыл школу ниндзюцу. Вначале только для соотечественников, а затем и для иностранцев. Ну естественно, такой источник дохода. Какое видео не посмотрел, у него там в зале яблоку негде упасть. Да еще и недешево стоит поделиться. Сейчас Хацуми Масааки 78 лет. Но он сам ведет учеников, передавая им древнее мастерство ниндзюцу. Я думаю, что ниндзюцу сейчас – это боевое искусство раскаяния. Это типа вы раскаиваетесь за все наемные убийства, которые совершили ваши предки? Или что это значит? Это свое представление о том, как жить, бороться, убивать, раскаиваться. Да почему раскаиваться-то? Почему я должен раскаиваться? А главное, за что? Что за фетиш у всех этих сенсеев? Убивать, раскаиваться? Так не убивай, и не надо будет раскаиваться. Что за бред? Если я ничего не совершил, почему я должен раскаиваться? Ты не сможешь воспитать воина, у которого лишь одна мысль – раскаяться. Это типа как с воскресным походом в церковь, всю неделю бухать, грабить, ширяться. Но зато я в воскресенье хожу в церковь. Ты не можешь убивать, а потом раскаиваться. Это называется шиза какая-то. Я же говорю, не убивай, чтобы потом не пришлось раскаиваться. Если ты раскаиваешься, значит тебе стыдно за то, что ты сделал. Так не делай этого. У меня в голове не укладывается. И главное, может ли человек полностью владеть своим телом? Может ли он жить в гармонии с собой и окружающим миром? Это моё ниндзюцу, которое я преподаю своим ученикам из самых разных стран. Искусство ниндзя формировалось веками. В Иго, в музее ниндзюцу, находится фрагмент летописи 9 века древнего рода Тагакура. В одной из битв представитель этого рода Дайцуки был разгромлен. И чтобы спасти свою жизнь, бежал в горы. Вот прям так и бежал. Аж пятки сверкали. Там его встретили воинствующие монахи, буддисты. Исследуемые властями, они жили высоко в горах и принимали всех, кто был готов разделить с ними их веру. Монахов-буддистов крестьяне называли Ямабуси, что означает «те, кто скрывается в горах». Ямабуси умели управлять собой, своими эмоциями и своим телом. Ямабуси жили в горах, занимались кузнечным делом. Они умели плавить сталь и делать холодное оружие. Жили в горах, умели и то, и это. А что никто другой этого не умел, они и сами до всего доперли. Или в горах какой-то воздух особенный. И потом умели железо плавить в оружие. Вау, вот это чудо. Это именно то, о чем я говорил. Да, раньше железное оружие было большой ценностью, потому что мало кто умел это делать из железа. Вспомните тех же викингов там. Да ладно, история, короче. И это могло казаться чудом, но сейчас не плавит железо, лишь ленивый. В Телеграме полно рекламы всевозможных ножевых мастеров. Да у меня батя из ресор ножи красивые делал. Поэтому восхищаться с таким придыханием вообще ни о чем. Да, история может быть интересна, но сейчас это не больше, чем просто история того региона. У вас там затемнение, у вас там сидит сущность в виде гномика. Ямабуси пользовались у населения огромным уважением. Они лечили болезни, спасали урожаи, могли предсказывать будущее и управлять погодой. Монахи научили Дайцуке полностью подчинять себе тело. Так появился новый тип воина. Неуловимого, быстрого, смелого, умеющего побеждать еще до начала боя. Воины Тени на века остались верными учениками монахов Ямабуси. И первой школой ниндзя стала школа Ига. Когда-то, давным-давно, она находилась в горной провинции Ига. Здесь, в горах, формировалось новое искусство войны. Рождались новые воины, непобедимые ниндзя. Ниндзя веками шлифовали свое удивительное мастерство. Своих детей они с младенчества учили искусству воина Тени. Малышам делали специальный массаж сильными ударами, щепками. И каждый день обрабатывали их тело особой граненой палкой. Так будущие воины привыкали к боли. Трехлетний ребенок умел ловко передвигаться по бревну. А чуть позже его учили ходить по канату. Короче, отдайте ребенка на акробатику, и он будет делать все то же самое, только еще лучше. Учить воина надо с 4-5 лет. У больших мастеров и в древнем монастыре веками нарабатывалась вот эта методика, как заниматься с маленькими детьми, поскольку они... Доктор традиционной восточной медицины. А простите, как он связан с ниндзя? Или лишь потому, что у тебя раскосые глаза, значит, ты уже в теме? Или для придания легитимности надо было кого-то такого позвать? Все были заинтересованы, сколько их дети овладели этими способностями. Поэтому это тоже традиция тысячелетней, можно сказать, методика занятий с детьми. До 8 лет дети учились читать, писать, лазать по деревьям. Они играли с настоящим оружием, и их учили превращать в оружие все, что попадалось в руки. Маленький ниндзя мог вывернуть стопу или кисть в любую сторону. Упражнения для свободного расчленения суставов начинались с 4-х лет. Необыкновенная гибкость не раз спасала воинам жизнь. Свободно выворачивая суставы, ниндзя легко освобождались от самых крепких пут. Вы меня, конечно, простите, но кто-нибудь вообще видел, как кто-то свободно расчленяет суставы? Это вообще физиологически возможно, при этом не оставшись инвалидом? Ладно, мышцы гибкие, а хрящи, сухожилия? То, что есть невероятно гибкие люди, я в курсе, но это единицы, таланты своего рода. Да и медицина сейчас творит чудеса. А тогда кто знал про всю эту физиологию? Сейчас, конечно же, кто-то скажет, что они все знали, но от простых смертных скрывали. Мы варвары, погрязшие в мирской жизни и утратившие единение с природой. Слушайте, да я с удовольствием поверю во все это. Я в первых рядах побегу в школу ниндзюцы, если кто-то из современных ниндзя покажет хотя бы 5% того, о чем они нам рассказывают во всех этих видео. Управляли погодой, невидимые, останавливали время, вынимали руки и ноги из суставов, бегали по огню. Скоро, наверное, скажут, что и летали. Хоть что-то из этого продемонстрируйте. Не можете? Так, может, вы и ниндзюцу вовсе занимаетесь? А лишь надели эти костюмы, которые были выдуманы кинематографом. Я сильно сомневаюсь, что у Масаки Хацуми было бы столько народов додзи, если бы перед этим Голливуд вместе с Шокосуги как следует не прогрел бы публику и не вознесли культ ниндзя до небес. Начиная с 9-летнего возраста, ребенка уже конкретно приучали... Оооо! Наш старый знакомый, русский ниндзя Сергей Трофимов. Я уже снимал про него видео, сейчас где-нибудь здесь, короче, ссылочка будет обязательно в описании. Что называется, к военной моштре. То есть, ребенок уже не просто играл с каким-то имитационным оружием, да? Тот же... Двухкратный чемпион Европы по контактным видам единоборств. Забыли написать, что он чемпион секретного кумите в одной из стран Азии. Меч, но он уже был не как в детстве. Он не был тупым. Он был уже остро заточенным. И вот ребенка уже, допустим, приучали, ну, где-то в возрасте 12-13-14 лет ходить по какой-то жерде подвешенной. То есть, он уже ходил не по земле перемещался, а держа в руках оружие, он перемещался, допустим, по этому какому-то навесу. Все, что делают дети практически на любом виде спорта. А уж про подъем на скалы вы мне тут не заливайте. Знали бы вы, сколько я в детстве перелазил по разным деревьям, стенам и прочей фигне. Я иногда вспоминаю, и волосы от ужаса шевелятся. Как я вообще жив остался? Если бы я сейчас увидел, что мой ребенок занимается всем этим, чем занимался я, меня бы Кондратья обнял в ту же секунду. Полагаю, что моих родителей так же обнял бы, если бы они видели, что я вытворял. Тоже мне ниндзя. Удивили голой жопой отжимания. В 10 лет ребенок ниндзя легко мог пробежать босиком более 20 километров в день. Ну да, ну да, пошел я нахер. По звуку брошенного со стены камня высчитывал глубину рва с точностью до метра. Ночное зрение вырабатывалось длительными тренировками в темных пещерах. Чувствительность глаз ниндзя была просто фантастической. В кромешной тьме они могли даже читать. Бред сивой кобылы. Если бы их глаза были такими чувствительными, то днем они бы просто ослепли бы. Но, конечно же, мы просто утратили секрет. Напишите в комментариях, кто-нибудь видел по телеку или в интернете человека, который мог бы видеть ночью, аки днем. Даже если такая аномалия и есть, то это именно что аномалия. Развивать подобное умение, да еще поставив его на поток, не поверю, пока современные ниндзя не продемонстрируют мне это. 15 лет детства, которого не было, заканчивалось. Начиналось время настоящего воина. Изучались многие тайные методики. Высот в этом деле мог достичь далеко не каждый. Здесь многое зависело от природных способностей. Но базовыми знаниями владели все воины клана. Подростков учили определять количество и возраст спящих врагов по их дыханию. Они могли чувствовать врага затылком. Они легко устанавливали телепатический контакт с противником, сидящим в засаде. Взрослые воины могли наносить и отражать удары, не оборачиваясь. Их интуиция всегда предшествовала разуму. Тело само знает, как ему двигаться, если мы оставим его в покое, учили монахи Ямабуси. Современные ниндзя также начинают свое обучение в раннем возрасте. Их учат ловкости. Они знают, их тело может все. Без этой уверенности результатов в искусстве ниндюцу добиться нельзя. Дух и тело должны находиться в полной гармонии. Так говорили монахи Ямабуси. Так учат и современных ниндзя. Самым сложным считалось искусство облегчения веса тела. Высшей степенью мастерства было умение пройти по листу тончайшей рисовой бумаги, не порвав его. И стояние на хрупких фарфоровых чашечках. Самые искусные ниндзя могли стоять на натянутом над землей листе бумаги. Человек должен был пройти босиком, причем стопы должны быть сухими, ноги не должны быть влажными, тем более не должны быть потными. И человек должен спокойно перемещаться, как бы подняв свой собственный вес на уровень головы. То есть тазобедренный сустав должен быть, скажем так, в нулевом как бы состоянии. А весь вес находится наверху. Это искусство достигалось за счет особого дыхания, которым владели ниндзя. Ниндзя серьезно обучались и астрономии, и астрологии. Это говорит нам о том, что ты принимаешь участие в массовом заблуждении о том, что позиция Солнца по отношению к некоторым созвездиям во время твоего рождения как-то может влиять на твою личность. Они умели определять время по длине тени, а месяц и день по положению Солнца и Луны. Направление определялось по звездам. Для выполнения заданий всегда выбирались наиболее удачные с точки зрения астрологии дни. Монахи Ямабуси учили будущих ниндзя многим тайнам, среди которых самая знаменитая – защита девятью слогами. Именно она превращала ниндзя в непобедимых воинов, в настоящих демонов ночи. Техника девяти слогов – очень важная вещь. Она необходима для того, чтобы укреплять силу духа. Без нее совершенство в искусстве нитзюцу достичь невозможно. Искусством защиты девятью слогами владел каждый ниндзя. В защиту входило девять заклинаний, девять конфигураций пальцев и девять этапов концентрации сознания. Произнося заклинания, следовало особым образом складывать пальцы и концентрировать сознание. Заклинание должно было исходить от сердца, откликаться в нем как эхо и наполнять вибрации тела и пальцы. Особые звуки действовали и на противника. И вот эти звуки, которые издает человек, это своеобразные, как говорят современные ученые, фонемы. И вот за счет фонемы можно выйти на определенную как бы частотную вибрацию. И вот за счет этой вибрации, как звуковой фон, можно влиять на людей, которые тебя не видят. Ты, допустим, сидишь в засаде, они ведут какую-то беседу на берегу реки, а ты создаешь такой определенный фон. И вот за счет этого фона можно вызвать ту или иную психическую реакцию человека. Перевозбуждение. Довести человека до состояния ругания с другим человеком. Ну вот приблизительно вот так. Или заставить испугаться. Бросить оружие и убежать. Ямабуси учили ниндзя, что особые конфигурации пальцев, мудро, управляют потоками энергии организма. Таинственная техника девяти слогов помогала монахам и их ученикам использовать скрытые резервы человеческого организма. Воины тени могли развивать скорость свыше 35 км в час. Господи, что за монстров вы сейчас описываете? Они могли то, они могли это, а было хоть что-то, чего они не могли. Ну давайте поищем, с какой скоростью бегают люди. Так, 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 что тут у нас? До 40 км в час могут бегать профессиональные бегуны. Профессиональные. Люди, которые занимаются этим всю жизнь. Только этим и больше ничем. У них на службе лучшие специалисты, фармакология, врачи. И вы хотите меня убедить, что некие жившие в горах люди, фиг знает сколько веков назад, могли делать все лучше, чем то, что сейчас делают люди по узкой специализации? Замечу, талантливые люди, лучшие в своем роде, на чемпионатах мира, сильно замотивированные не только психологами, но и деньгами. Люди даже в разных беговых дисциплинах не выступают. Например, спринты и какие-нибудь там пара километров, это уже совершенно разные специализации. Это как если один человек будет выступать на равных со всеми в беге, в стрельбе из пистолета, прыжках с шестом и тому подобное. Это просто невозможно. Всем этим невозможно овладеть. Можно научиться множеству разных вещей, но не ожидайте, что это будет топовый уровень. А нас тут пытаются убедить именно такими вот категориями, которыми оперируют именно топовые мировые атлеты. Максимальная высота прыжка человека через шест. И вот опять, это именно то, о чем я только что рассказывал. И заметьте, тут не сказали перелазить или что-то еще, а именно перепрыгивать. Перелезть-то можно и через десятиметровую, а вот приписывать одному отдельному человеку все суперспособности топовых и талантливейших спортсменов планеты, это как-то странно. И даже на время останавливать собственное сердце. Концентрация сознания помогала ниндзя вживаться в образы льва, демона, великана. Длительные тренировки помогали им мгновенно входить в измененное состояние сознания и совершать чудеса. В Японии в воинских боевых искусствах существует специальная система обучения. Ой, ну ты сейчас расскажешь. Она приводит к тому, что человек доходит до уровня, который по-японски называется «Гоку-и». То есть буквально это экстремальный разум. Экстремальный разум – это не что иное, говоря современным языком, как измененное состояние сознания человека. Войны, чтобы вести себя в особое состояние сознания, в принципе, они этим занимаются всю жизнь. Со временем, с годами у него вырабатывается вот эта особая способность входить в нужное состояние. То есть когда он как бы забывает себя, забывает о страхе и способен творить некоторые вещи, которые в обычном состоянии человек не может делать. Ниндзя умели искусственно вводить себя в трансовое состояние и пробуждать в себе невиданные физические силы. Практические результаты защиты девяти слогов были колоссальны. В сочетании с изнурительными тренировками эта техника позволяла ниндзя развивать огромную скорость, прыгать с большой высоты, ударом руки проламывать каменные стены. Не буду вам, конечно, боевые вещи показывать, насквозь там стволы пробивать и так далее. Ниндзя умели по своему желанию менять температуру тела в диапазоне от 35 до 40 градусов. Они умеют делать это и сейчас. Ну, это и я умею делать. Вышел с мокрой головой на холод и температура под 40 на недельку обеспечена. Тоже мне ниндзя. Самым страшным и удивительным умением ниндзя было так называемое смертельное касание. Искусство замедленной смерти. Ой, бля, ну давайте, расскажите. Этим искусством ниндзя владели виртуозно. Легкое прикосновение к телу противника и он неожиданно умирал. Мог умереть сразу, мог скончаться через год, но смерть была неминуема. Таинственное искусство замедленной смерти классическая западная наука объяснить пока не в состоянии. Но на Востоке давно знают об особых чувствительных точках в организме человека. Эти техники отстроченной смерти фактически, как ни парадоксально звучит, основаны на тех же принципах, что и лечение человека. То есть те точки, которые используются для его указания. Я тоже владею искусством отстрочной смерти. Я сейчас могу пройти по городу, потрогать разных людей, и они умрут. Ну, рано или поздно. В Японии это искусство получило название секетсу дзюцу. Касание или удар по смертельной точке. И вот зная, где находятся нервные центры... Вот ты знаешь? Ты все это умеешь? О чем вы тут нам уже почти 20 минут рассказываете? Знали, знали, умели, умели. Я повторю вопрос. Вы-то чем занимаетесь? Вы это все знаете и умеете? А если нет, то это и ниндзюцу вовсе? А так, элементы какой-то рукопашки? А если ниндзя учились всю жизнь, как вы говорите, с самого детства, то вот ты, Трофимов, как мог овладеть ниндзюцу, если только со своим китайским шифу, судя по прошлому моему разбору, познакомился лишь в 17 лет? И занимался там лет 9 всего. Как ты всем этим овладел-то? То есть, ты хочешь сказать, что ты умеешь бегать со скоростью Усейна Болта, прыгать выше мировых рекордов в высоту и все то остальное, о чем вы тут заливаете? Умеешь или нет? Ты заявляешь себя как патриарха или кто там ниндзюцу, так продемонстрируй хоть что-то. Ну, или не объявляй себя наследником всего и вся. Это же элементарно. Встаешь на беговую дорожку, вместе даже со средненьким бегуном, там, ставим камеру и все вместе ржем, как ты ковыляешь до финиша. Органы на теле человека можно воздействовать как раз или, допустим, в плюс дать человеку здоровье, или в минус забрать у него последнее здоровье. Воин, раскрывший простым смертным эту тайну, должен был быть умерщвлен. Психушку и в тюрьму. Душа его проклиналась клану. Проклинаю тебя! Уходи! Ниндзя прекрасно владели актерским мастерством и умели полностью перевоплощаться. И это они умеют. Да перестаньте уже, у меня сейчас стресс начнется. Торговец, крестьянин, монах, они могли стать кем угодно, но любимой ролью была игра в нищего. Чтобы стать нищим, приходилось какое-то время принимать слабые яды. Они не убивали, но делали тело внешне слабым. Лицо становилось морщинистым, под глазами появлялись мешки. И образ нищего был готов. Вот тут вы как-то облажались. Что за яды? Зачем? То есть вы до всего додумались, чуть ли не межзвездные перелеты открыли, а для того, чтобы прикинуться нищим, принимали яды? А такое понятие, как грим, им не было известно? Зачем такой ниндзе беспомощный нужен? Или следующее, что вы скажете, это он принимал другой яд, и все его силы тут же восстанавливаются? Ниндзя одевались в одежду серых, коричневых и темно-синих цветов, чтобы не привлекать к себе внимания. Перед сражением они предпочитали кроваво-красное одеяние, чтобы при ранении не была видна кровь. Простите, конечно, но разве такого человека, который умеет все, возможно ранить? В черные балахоны ниндзя одевались редко. Черный цвет привлекает к себе внимание, и может выдать в засаде. Тогда резонный вопрос. Если черный цвет не использовался, ну или практически не использовался, то тогда зачем вы нам этот черный цвет постоянно пихаете? А, я понял. Чтобы ввести нас в заблуждение, обмануть, обвести вокруг пальца. То есть искусство ниндзя как бы рассекречено, но нам о нем знать не полагается. Вы уже определитесь, что ли? В природе он встречается редко. Голову ниндзя закутывали двумя метрами тонкой ткани, оставляя открытыми только глаза. В одежде было много карманов, где хранились еда, вода, оружие, зажигательные бомбы и трубки для нахождения под водой. В поясе также находилась аптечка с лекарствами и ядами. Воины тени умели лечить и болезни, и раны. Когда ниндзя выполняли секретные миссии, им нельзя было нести с собой обычное оружие. Оно могло их выдать. Зато ножи, серпы, цепи были вполне уместны. У крестьянина. Излюбленным оружием ниндзя был комбинированный серп – гусаригама. Оружие. Много оружия. К рукоятке обычного серпа крепилась длинная тонкая цепь с грузилом, гирькой, на конце. Удачно брошенной цепью можно было целиком обмотать противника, парализовав его действия. Бросание цепи – сложное дело. Профессионализм достигался лишь после нескольких лет занятий. Посох был также незаменим. В нем хранились отравленные иглы, клинки и сюрикены – метательное оружие. В бою ниндзя выстреливали сюрикены целой обоймой по 9-15 штук. Причем скорость метания была очень высокой. Иногда острые края сюрикенов покрывали сильнодействующим ядом. Современные ниндзя также прекрасно владеют этим оружием. Умеют они и ловко уклоняться от его ударов. Маскируясь, ниндзя часто носили вот такую шляпу из рисовой соломы. Под козырьком крепилось острое лезвие. Шляпа становилась страшным оружием и легко отделяла голову от тела противника. Ой, смотрите, я убита. Осталась мерзкая, отрезанная голова. Ниндзя часто применяли ядовитое касание. Лазутчик покрывал руки защитным составом, на который наносил тонкий слой яда. Достаточно было коснуться врага рукой, как тот умирал мучительной смертью. Яды изготовлял клан Вадзе. Это была визитная карточка клана. Самыми страшными считались яды, извлеченные из органов животных. По своему времени обладали передовыми знаниями в области применения ядов, в области применения зажигательных средств, в области военно-полевой медицины, фармацевтики и так далее. В этом отношении они, конечно, могли казаться людям того времени действительно загадочно. Вот. Первый адекватный комментатор. Обратите внимание, людям того времени. А не вот эти все фантазеры. Ах, ниндзя то, ниндзя сё, и всё могут, и всё умеют. Повторюсь, по современным меркам ниндзя это просто детский сад, штаны на лямках. Всё, что нам тут рассказывают, всего лишь интересный исторический экскурс. Не более. Нет ничего мягче и слабее воды, но ничто не в силах победить её. Этого принципа всегда придерживались мудрые ниндзя. Я отступаю, я слишком слаб. Они применяли тактику бессилия. Они вводили врага в заблуждение, делая вид, что умирают. Поначалу противник не верил в смертница Крушимова. Но когда из горла ниндзя начинала идти кровь, враг терял бдительность и приближался. И тут же получал смертельный удар. Кто бы мог подумать, что эта кровь была просто высосана из десны. Благодаря сверхподвижности суставов и специальным приёмам... Вы меня, конечно, снова простите, но кто в своём уме будет использовать подобные приспособления? Для чего? Зачем? А главное, как? Я даже сильно сомневаюсь, что подобные использовались даже в средние века. Что за бред? Ниндзя могли легко освобождаться из любых пут. Современные ниндзя также владеют этими непростыми приёмами. Ай, бегом! Городок! В давние времена передвигаться по замкам правителей Сигунов было непросто. Повсюду встречались так называемые... Камеры слежения, датчики движения или лазерные датчики движения, датчики веса. ...поющие половицы. При малейшем давлении они издавали жуткий скрип. Ниндзя и здесь нашли выход. Они научились перебираться по стенам и потолку. Искусству ниндзя обучались не только юноши, но и девушки. Однажды молодой самурай спросил старого воина, как уберечься от женщины ниндзя. И старый воин ответил, люби только свою жену. Как миленько. Девушки ниндзя учились петь, играть на музыкальных инструментах, изучали секреты чайной церемонии, кулинарное искусство, тайны обольщения мужчин. Это был первый этап обучения. Второй ступенью становилась религия. Потом наступал этап боевой техники, учитывающий особенности женской физиологии. Не было видно стальных мышц снаружи. Но внутри женщины-ниндзя были тверже стали. Хрупкие девушки превосходно владели своим телом и различными видами оружия. Более того, девушки-ниндзя могли превращать в оружие, любые предметы быта. Но главным оружием были красота и женская изворотливость. То есть, если ты уродина, то стать ниндзей тебе не светит. Женщины-ниндзя могли превращаться и в гейшу, и в служанку, и в благородную даму. Они использовали заколки для волос, кольца и накладные ногти с ядом. Оружием были веера из тонкой пропитанной ядом бумаги. Они резали, как острое лезвие. Великие сегуны и их министры часто прибегали к их услугам. В средневековой Японии была поговорка, что не существует двери, в которую женщина-ниндзя не смогла бы войти. Видишь цель? Вижу. Веришь в себя? Верю. Кланы ниндзя были разбросаны по всей стране. К 17 веку их насчитывалось более 70. У каждого клана была своя особенная специализация и свои методы ведения боя. Они передавались из поколения в поколение. Ниндзя-клана Икиоасаки больше других преуспели в искусстве смертельного касания. Клан Фума славился диверсиями и терроризмом. Ну-ка, ну-ка, ниндзя. То, чем вы занимаетесь, не попадает ни под какую статью, ни в одной из стран. Ниндзя-клана Гекку специализировались на технике поражения болевых точек при помощи пальцев. Клан Коппа владел приемами захватов, вывихов и переломов. Ниндзя из клана Хаттори великолепно владели копьями. Клан Кого специализировался в медицине и в области взрывчатых веществ. Среди них было немало изобретателей. Самым мощным был клан Ига. В Японии принято считать, что ниндзюцу окончательно сформировалась в эпоху Сен-Гоку. 14, 15, 16 века. Это время расцвета искусства ниндзя. Оно подверглось разностороннему влиянию, в том числе и извне. И вот, допустим, 15-16 века – это самый рассвет ниндзюцу. Вот именно тогда, как говорится, на гора ниндзя выдали вот эти свои сверхчеловеческие возможности по системе подготовки человеческого тела, человеческого разума и каких-то даже, наверное, экстрасенсорных способностей. У кланов ниндзя была строгая иерархическая структура. Еще 10 минут. Во главе клана стояла военная элита – дзюнин. Руководство осуществлялось через среднее звено – тюнин, в обязанности которого входила передача приказов, подготовка рядовых исполнителей – генин. По сути, кланы ниндзя представляли хорошо организованный и великолепно обученный спецназ. И сейчас спецназовцы используют не только приемы ниндзюцу, но и форму их одежды. Ой, ну конечно. Во-первых, ниндзя никогда так не одевались. Это надо быть полным идиотом, чтобы в киношном костюме ниндзя бегать по городу. Я уже говорил об этом в предыдущем видео. Да вы сами говорили недавно, что они притворялись бедными крестьянами, применяли яд, чтобы выглядеть бомжами. Теперь вы будете утверждать, что каждый, кто одел маску, чтобы его не узнали, использует костюм ниндзя? А лыжная маска с прорезью для глаз тоже позаимствована у ниндзя? Ах да, я же забыл. Ниндзя все изобрели. Благодаря ниндзя мы пользуемся сейчас айфонами и интернетом. Ведь еще в 14 веке ниндзя по интернету передавали информацию своим агентам. Давайте теперь ниндзям приписывать вообще все. Надел черную одежду? Спасибо, ниндзя. Притаился за кустом? Спасибо, ниндзя. Кошка брусила котят? Это ниндзя виноват. А-а-а! Молодец, давай! Спецподразделения многих стран мира своим внешним видом обязаны именно ниндзя. Маска с прорезями для глаз – это их эксклюзивная разработка. И ей уже две тысячи лет. Патент покажете? Или чем вы докажете свои слова? Повторю в очередной раз. Все эти костюмы ниндзя – это фишка современного кинематографа. Месть ниндзя и всех этих фильмов 80-х и 90-х годов. Я устал уже это повторять, поэтому и не буду. Ниндзя действовали и группами, и в одиночку. Они специализировались на заказных убийствах, выполняли сложнейшее поручение, торговали секретной информацией. На нее был особый спрос. Богатые феодалы постоянно враждовали между собой. Собрать такую информацию было трудно. И самый знаменитый ниндзя 12 века Сабуру Исимори писал. Существует много вариантов тактических действий. Но первое, что ты должен сделать – приблизиться к врагу, чтобы собрать информацию. Посторонний человек не имел ни единой возможности присоединиться к клану ниндзя. Для этого нужно было родиться в их семье. Ремесло ниндзя передавалось от отца к сыну. Тайные приемы, а также и оружие каждой семьи тщательно охранялись. Выдать секрет постороннему означало умереть от руки своих же. Несмотря на вековую вражду и различную философию, между ниндзя и самураями всегда существовала тайная связь. Так богатые самураи нанимали ниндзя для своей охраны. Поручали им устранять соперников. Часто во главе кланов ниндзя стояли обедневшие самураи. Самураи нанимали ниндзя для тайных дел. Когда самураи не хотели или не могли сами убить человека, собрать необходимую информацию, они поручали это ниндзя. То есть недостойную грязную работу часто выполняли для самураев ниндзя. К ниндзя обращались и политики. Главы клана тщательно анализировали предложения и принимали решение о принятии заказа или об отказе от него. Любое задание держалось в тайне от всех. Ведь основой выживания кланов была абсолютная секретность. Короче, я понял. Все фильмы про Бонда, да и вообще про любых шпионов, все это благодаря ниндзя. Все разведки мира были созданы, основываясь на древних манускриптах ниндзя. Посмотрел в дырку забора за голыми девками в бане, все, ты ниндзя. Да-да, именно так оно и работает. Обычно ниндзя селились в гористых, труднодоступных местах. Но иногда воины жили в селах и городах. Соседи и понятия не имели, что рядом с ними живут воины тени. Главный принцип ниндзя – не выделяться. А вот дома у ниндзя были совершенно особенными. Снаружи обычный дом, но внутри – это был лабиринт с потайными дверьми, переходами, лестницами, скрытыми комнатами. Такие жилища были необходимы, поскольку время от времени правительственные войска устраивали облавы на ниндзя, разоряя их деревни, убивая стариков и детей. Несмотря на это, кланы ниндзя процветали долгое время. Но в XVI веке умный и коварный политик, воин с остальной волей Ода Набунага пошел войной на знаменитые кланы Ига и Кога. Набунага считал, что для объединения Японии необходимо сокрушить буддийские монастыри и кланы ниндзя. Вот это вот он зря. Они имели не меньшее могущество, чем сам Сюгу. Диктатор предал огню знаменитый монастырь на горе Хиэй, уничтожил мятежную монашескую лигу Икко-Икки и обратил в руины ее главный центр – монастырь Исиама-Хонганзи. Это не могло не вызвать гнева у кланов ниндзя Ига и Кога, ведь они поддерживали тесные дружеские отношения с монашескими общинами. Так началась величайшая битва ниндзя и самураев. Она вошла в японскую историю как мятеж Ига. Я прочитал про восстание ниндзя в провинции Ига в Википедии. И как же так получилось, что ниндзя проиграли, ведь они такие крутые супермены. В Википедии описываются целые армии. Так может это все-таки не штучный продукт? Ну типа там рассказывают, как передается искусство от отца к сыну, только у тех, кто родился там. А оказывается, их там целые отряды в тысячи человек. Как ты подготовишь такое войско лишь от отца к сыну? По-любому тут строевая подготовка, какие-то общевойсковые учения. Как иначе ты будешь согласовывать действия такой толпы народа? Война против кланов ниндзя была долгой и жестокой. Разрозненные группы ниндзя не могли противостоять огромной армии самураев. Правительственные войска победили. Но победа досталась дорогой ценой. В первой битве 9 тысяч самураев так и не смогли справиться с двумя тысячами ниндзя. Во второй битве 48 тысяч самураев разгромили 6 тысяч ниндзя. Система подготовки ниндзя была в той степени высока, что действительно исторические летописи подтверждают, один ниндзя в реальном бою стоил 9 самураев. Ну ладно заливать. Вот только что говорили, что 48 тысяч самураев разгромили 6 тысяч ниндзя. Или 9? Ну короче, и сейчас он говорит про 9. Значит 6 на 9, 54. То есть получается, как бы, оперируя его числами, ниндзя было больше. Значит они должны были победить. 54 на 48 тогда получается. Войни сходится, Трофимов. Ты, как всегда, с числами не дружишь. И я не думаю, что это аксиома, потому что эти источники написаны руками самих самураев. То есть они отдавали дань уважения системе подготовки ниндзя. Итак, Ода-Набунага, первый объединитель Японии, подавил мятежные кланы Ига и Гога. Традиции ниндзюцу, казалось, окончательно прервались. Потомки отважных разведчиков и безжалостных убийц ушли в города, занялись мирными промыслами. Кое-что из арсенала воинов тени было взято на вооружение военной агентурой. Кое-что перешло в область боевого карате. Интересный факт. Первыми полицейскими Японии стали ниндзя. Ниндзя нашего времени спокойный и миролюбивый. Будучи бизнесменами, врачами, программистами, инженерами, артистами... О, я ниндзя. Современные ниндзя живут более чем в 30 странах мира. А в более 30 это сколько? 31 или 200? Нельзя ли уточнить? А то я тут наговорил уже, скоро они и за мной охоту начнут. Есть ниндзя и в России. Ну все, хана. Ладно, терять уже нечего. Это знаменитая школа Катеда Ханрю Синобино Дзюцу. Знаменитая. Чем же она знаменита? Двухкратного чемпиона Европы по контактным видам единоборств, победителя чемпионата Азии бои на выживание, обладателя черного пояса уровня седьмой дан и Будо... Простите, а что такое Ибудо? Седьмой дан и Будо. Уровня седьмой дан и Будо и высшего красного пояса ниндзюцу Сергея Трофимова. Его ученики не уступают ни в чем своим японским коллегам. Снимал я про эту школу видео, так что обязательно посмотрите. Ссылочку будет либо в описании, либо на экране. Сейчас тут выведу что-нибудь. Современные воины мало похожи на средневековых ниндзя. Потому что они ими не являются. Давайте будем честны. Черные маски, убийственные удары, далекое прошлое. Если вы хотите просто научиться драться, в Будзинкан лучше не приходить. Потому что вас там этому и не научат. Любое боевое искусство – это не только техника ударов и захватов. Это и философия, и история, и культура. У иероглифа нин есть два значения – невидимый и терпеливый. Искусство терпеливости так иногда называют ниндзюцу. Ведь только длительные упорные тренировки помогают человеку достичь поистине фантастических результатов. Моральный кодекс современных ниндзя-строк. В их клан не могут попасть неуравновешенные, подверженные дурному влиянию люди. И лучший бой для ниндзя тот, который не состоялся. Это прописная истина древнего искусства. Намалевал там что-то непонятное. Ай, спасибо, спасибо. Ну вот, друзья, закончился фильм, закончился наш обзор. И снова, и снова такие вот они ниндзя. Что сказать. До следующих встреч. Будьте на связи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok